Ряд стран уже внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины. Но средства по-прежнему нужны, заявил министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Поэтому Таллин присоединился к этой инициативе. Речь идет о закупке снарядов калибра 122 и 155 миллиметров. Ханна Певкур добавил, что если нужную сумму соберут, то поставки начнутся уже через два месяца. Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры. Меньше, немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. Очень многое зависит от того, что нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там-то можно достать. Но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию, все это надо проверить. Ханна Певкур, министр обороны Эстонии, в комментарии эстонскому телеканалу ЕТВ. Не исключено, что к чешской инициативе по закупке снарядов для украинской армии могут присоединиться и нейтральные страны, и даже партнеры России. В частности, в Азии или Африке допускает бывший начальник генштаба сил обороны Эстонии. Я думаю, что это вполне возможно, потому что, как понимаю, схема чехов заключается не в том, что они получают деньги сейчас, а потом производят их сами. А в том, что они сводят вместе производителя и государство, которое готово дать деньги. Если покупатель, так сказать, мощная страна с хорошей репутацией, то вполне может быть, что какая-то третья страна даст им партию, особенно если они заплатят немного больше. И нельзя исключать, что если речь идет об азиатских производителях, может быть, за той же партией через посредника гонялась и Россия. В марте Эстония объявила об очередном пакете военной поддержки Украины на 20 миллионов евро. В основном это боеприпасы. Эстония верит в победу Украины и будет продолжать поддерживать ее в военном, экономическом и политическом плане, заявила глава правительства государства Кая Калас по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В войне побеждает тот, у кого больше боеприпасов. Свободный мир должен действовать немедленно, чтобы обеспечить Украину необходимым оружием и боеприпасами. Украина нуждается в срочных и быстрых поставках и усиленной поддержке. Эстония предоставила Украине еще один пакет военной помощи в размере 20 миллионов евро, в который входят боеприпасы. Это увеличивает нашу поддержку Украины. Только в этом году она превысила 100 миллионов евро. Россия представляет угрозу для безопасности Европы, уверены в правительстве Эстонии. Если бы страна не была членом НАТО, то стала бы мишенью для российской агрессии. Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то все, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории, поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия. Мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно быстрее. Маргус Цакна, министр иностранных дел Эстонии, в комментарии эстонской национальной телерадиокомпании ERR. Командующий силами обороны Эстонии Мартин Герем уверен, государство должно удвоить расходы на оборону в течение следующих двух лет.